Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, и сегодня я расскажу вам о том, каким образом в жизни, в своей, достигать максимальных результатов. Ну, темка, конечно, такая, да, из горяченьких, ох, как же хочется, но все время большинство людей хотят, чтобы им дали какое-то универсальное решение. Так вот, первый инсайт ваш будет таков, что если вы ждете универсального решения, то вы никогда не достигнете максимальных результатов. Первое, потому что вы ждете, во-вторых, потому что вы верите в универсальное решение, вы верите в то, что можно выпить таблетку от всех болезней. На самом деле можно, но для этого не нужно пить таблетку, для этого необходимо научиться работать со своим сознанием. И я вам сегодня хочу дать очень интересные мысли для размышления, и, собственно, для того, чтобы вы могли включиться. Я всегда по жизни, я занимаюсь бизнесом много лет, и вообще я очень активный человек. В принципе, для меня движение – это жизнь, это не просто красивая фраза, выписанная в дневничок или где-то напечатанная, а действительно так и есть. Для меня движение – это жизнь. Я не могу находиться в каком-то состоянии ничего не делания, потому что я буквально ощущаю некую деградацию. Но, тем не менее, существуют такие моменты, которые я называю слонами, когда ты ставишь какую-то цель, какое-то большое количество действий, которые тебе надо совершить, и попадаешь в некий такой ступор, потому что ты настолько много всего себе наставил, что тебя это начинает несколько парализовать. И люди часто задавали мне вопросы на тему, особенно когда я обучала еще бизнесу, на тему тайм-менеджмента. И вообще эта тема очень популярная, огромное количество книжек написано, да, как работать 4 часа в неделю и прочее, прочее, прочее. Все это фигня. Я хочу сегодня вам дать важные мысли, которые на самом деле помогут вам сдвинуться, если вы человек, который занимается осознанным развитием себя. Осознанным – это значит вдумчивым. То есть вы любите думать о том, что вы делаете, искать ответы на вопросы, почему, для чего. Таким образом у нас получается достигать в жизни гораздо более правильных результатов, а не бездумных. Да, когда мы что-то натворили, а потом думаем, зачем я потратил столько усилий, чтобы это сделать, вообще совершенно глупо. Так вот, давайте к этому моменту и приступим. Недавно я пыталась решить суперглобальную задачу. Я написала себе большое количество дел, задач, которые мне необходимо сделать, и поняла, что у меня это начинает вызывать дискомфорт. Дискомфорт парализующий. То есть чем больше я для себя ставила каких-то задач обязательных, тем меньше я их выполняла. Потому что когда я представляла, как это сделать, то меня максимально хватало на текучку, еще на какие-то задачи, которые я могу делать. А вот на вот это новое, а именно новое всегда двигает нас, да, и позволяет нам куда-то подниматься, я никак не могла к этому приступить. И затем я думаю, ну что же мне надо сделать, как же мне к этому приступить, потому что я все время хожу вокруг да около, и меня это очень сильно внутренне лишает энергии. Потому что я думаю, о боже, как это сделать, как же этим заняться, и просто ничего не могу поделать. Мне кажется, что это так тяжело, что я реально очень медленно двигаюсь. Не могу сказать, что я совсем не двигаюсь, нет, конечно. Но тем не менее, я сделала одну очень простую вещь. Я взяла листочек с бумагой, распечатала календарь на ближайшее время, затем прописала себе, что конкретно мне надо сделать. У меня это речь идет о неких моих рабочих моментах и продуктах. И затем каждый день разгрузила вот это огромное дело, разгрузила каждый день, как я буду в нем двигаться. То есть поставила себе на каждый день ряд задач, выполнимый кусок. То есть когда кусок слишком огромный, вы не знаете, как его съесть, его нужно разбить на маленький. Мы вроде бы все это слышали. Я так это и сделала. И что произошло дальше? А дальше сыграла моя осознанность. Потому что дальше я очень хорошо поняла, что я отвечаю за свои слова. Что одно из качеств, которые я в себе развиваю, это держать слово, данное себе. То есть когда вы работаете над осознанностью, вам не нужна мотивация, как заставить теперь себя сделать вот этот объем работы. Потому что осознанный человек, богатый человек, богатый в своем мышлении. А я как раз занимаюсь тем, что сама работаю над развитием своего богатого мышления. Не бедного человека. Бедный человек это человек, который не берет ответственность за свои слова. Да, сказал, можно не сделать. Бедный человек это человек, который все время ищет проблему, чтобы не сделать, а не возможность. Богатый человек это человек, который всегда ищет во всем возможность. Бедный человек это который все время маленький человек. Что такое маленький человек? Вот представьте себе, что перед вами стоит некая задача. вы ее по 10-балльной шкале оцениваете как на 7. А как вы при этом оцениваете себя, свои собственные возможности? Если вы оцениваете себя на двойку, а ваша задача на 7, все. Ваша задача больше вас. У вас есть два варианта. Первое, сделать свои задачи мелкими, но мелкие люди решают мелкие задачи, либо вырасти, сделать так, чтобы эта задача не была для вас большой. А расти вы можете только в том случае, если ставите себе такую цель. И порой момент того, что вы учитесь держать себе данное слово, вы говорите себе, ну если я написал это в свой план, я должен это выполнить, я должен это сделать, это мне под силом, да, мне под силом это. Что мне может помешать? Лень. А что такое лень? Лень – это просирание жизни. Лень – это тогда, когда вы говорите себе, да блин, ну это как-то не очень важно, но я это сделаю когда-нибудь потом. А что ты будешь делать вместо этого? Что ты будешь делать вместо этого? Задайте себе вопрос. Втыкать, страдать, на что ты сфокусируешь свое внимание? У нас у каждого есть такая интересная история, мы любим с вами пострадать хренью. Абсолютно каждый человек, даже очень успешный. Но разница в том, что успешный человек может сказать себе, стоп, хватит. Успешный человек выделяет себе на это какое-то время, небольшое, и говорит, так ладно, я устал, это такой своеобразный способ отдыха, очень редкий. Это как, знаете, в питании, да, когда ты пошел в Макдональдс не каждый день, а пошел там разочек, поел и думаешь, ну все, класс, теперь возвращаюсь снова как бы к хелзе-еде, да, то есть просто мне захотелось сбросить таким образом на движение. Куша, сейчас я проеду эту чудесную площадку, раз, два, три, сейчас мы с нее свернем. Все, остановились. Сейчас, все, можем продолжать. Поэтому о чем я говорю? Я говорю о том, что когда вы работаете над своей осознанностью, и когда вы понимаете, зачем вы развиваетесь, и чего вы в этой жизни хотите, а чаще всего осознанный человек чего хочет, хочет успешной жизни, хочет быть другим, хочет чувствовать вкус жизни, хочет отвечать за свое, брать ответственность за свою жизнь, соответственно, вы держите данное себе слово. А самый простой лайфхак сделать что-то большое, это разбить на маленькое. Попробуйте для себя сейчас вот этот, я знаю, что многие слушают и говорят, да-да-да, да, я знаю, я это делал, конечно, сто процентов. И вы думаете, я так не делала? Но буквально вчера меня просто это осенило и пробило. Когда я ходила, как, знаете, вот этот ход большой возле какой-то жирной мыши, не зная, как к ней подойти, я себе сказала, Оля, хоре, пора детка с этим заканчивать, давай сделаем с тобой очень простые действия, которые нам помогут. И мы с Олей, сейчас мы с Олей запаркуемся, мы с Олей сделали очень простое действие. Мы просто разбили все это на запчасти и расписали каждый день, когда мы это будем делать. Мало того, я вам скажу следующее, я не просто это расписала, если изначально я думала, что у меня на этом будет там 3-4 недели, то я, посмотрев на объемы, поняла, что, начиная разбивать по кусочкам, что я, например, могу делать в этот день не один кусочек, а три кусочка, в этот день два кусочка. И получилось, что, в принципе, за неделю я могу проглотить огромного слона, просто дав себе обещание это делать, просто вписав это в свой график, просто сделав это неотъемлемой частью своей жизни. Ведь, заметьте, нас всегда хватает на мелкие дела, у нас всегда есть с вами время на мелкие дела. Мы целыми днями этим заняты, мы поэтому и большое это не можем проглотить, потому что у нас всегда есть множество мелких задач. Но большое, оно для нас всегда, о боже, это же надо много времени, поэтому просто разбейте это на маленькое, а дальше скажите себе, теперь это небольшое, теперь это маленькое. А я человек, который идет к успеху, который держит свое слово, и который, если сказал, что он это сделает, он это сделает, поверьте, это очень классно работает. Еще такой небольшой момент, если вы не в состоянии этого сделать, если вы по-прежнему ищите себе какие-то оправдания, если вы человек, который находит еще 150 тысяч отмазок, у меня для вас плохая новость, потому что у вас мышление бедного человека. Запомните, богатый всегда ищет возможности, бедный всегда ищет причины, по которым он не может это сделать. Пусть вас это натолкнет на мысли. Всех своих рерайтовцев, потому что вас очень много меня смотрит, я жду на денежном портале, я об этом напоминаю, потому что там мы будем очень много говорить о бедном и богатом мышлении, потому что именно бедное мышление не дает вам зарабатывать деньги. Именно оно останавливает вас на всех уровнях, на физическом и на энергетическом. Я хочу, чтобы вы помнили о том, что мы очень много говорим о нашем духовном уровне, ментальном уровне, внешнем мире, на котором, на базе которого все меняется, но наши действия не менее важны. И действия в данном случае касаются не столько, сколько создать бизнес-план, сколько принять решение, измениться, потому что принимать решение мы должны здесь и сейчас, потому что мы должны в своем физическом мире находить время для того, чтобы это делать, потому что мы должны физически осознавать и чувствовать, какие изменения мы получаем. Как ни крути, очень круто, когда на душе становится легко, но не менее приятно, когда твоя попа, например, отправляется куда-нибудь на отдых, или садится в хорошую машину, или переезжает в хорошую квартиру, или начинает иметь то, что раньше не могла иметь возможность получить. Поэтому изменения происходят на этом уровне. Пусть эта мысль сегодня вас согревает. Если у вас произошли какие-то мысли, инсайты, пожалуйста, делитесь ими. Как всегда, вы можете задавать мне любые вопросы, и, конечно же, помнить о том, что первого числа стартует новый поток марафона «Рерайтер жизни», марафон, который про любовь к себе, про умение настроить себя и получить жизнь своей мечты, а не жить по остаточному принципу, исходя из того, вот что осталось, то и получилось, я в этом не виноват. Вы не виноваты, вы хозяева своей жизни, и если вы в жопе, то вы распорядились так своей жизнью. Но хорошая новость, как всегда, заключается в том, что вы можете это изменить. Если вам понравилось видео, не пожадничайте на лайк. Всем пока!